Дорогие друзья, всем известно, что существуют веганские рецепты и в наш пост, сейчас который идет, все спрашивают, что же сделать эдакое, чтобы веганский рецепт, ну или постный рецепт, как мы его назовем, получился вкусный. Так вот, смотрите, у меня есть миндаль, это будет такой лайфхак. Это вот такой обычный миндаль, не жареный. Вы знаете, как его чистить? Ну, кто знает, те знают, а кто не знает, я вам сейчас покажу. У меня на плите вода, ну то есть это просто, я ее поставил на огонь, она закипела. Вода должна быть кипящая и заливаем миндаль кипятком, прям самым настоящим крутым кипятком, так, чтобы кипяток полностью покрыл миндаль. Я наливаю даже чуть-чуть больше, потому что металлическая тарелка крадет температуру и поэтому, чтобы температура больше сохранялась и миндаль был в кипяченой воде, нужно его налить, вернее, ее воды нужно налить побольше. Теперь оставляем миндаль на 5-7 минут. Прошло 5 минут, смотрите, вода стала коричневой, но она красится вот от цвета самой кожурки, поэтому она нам не понадобится. Хотя, возможно, есть какие-то полезные свойства у верхней шкурки миндаля и, может быть, это чудодейственное зелье какое-то, но мы это, конечно же, выливаем. А миндаль тем временем, смотрите, что с ним происходит. Вот мы берем, оп, эй, короче, вот так вот, он просто-напросто чистится, оп, и мы получаем беленькие красивые орешки. Они нам нужны для чего? Для муки, если это выпечка. Можно их потом просушить, обжарить и употреблять так, шкурки тогда не застревают в зубах. А я буду из этого миндаля делать миндальное молоко. Буквально пару минут, и миндаль почищен. Теперь мне понадобится блендер, в который я и отправляю весь миндаль. Смотрите, у меня здесь одна и, соответственно, две полные пригоршни орехов. Теперь мне нужно добавить воды. Можно кипяченой или просто питьевой. На 100 граммов орехов я выливаю, значит, полная кружка у нас 330. И, соответственно, еще половина кружки, это примерно 500 миллилитров воды. Воды можно налить и больше. То есть, чем больше воды, тем оно менее концентрированное и менее вкусное. Чем меньше воды, а больше орехов, соответственно, оно будет и такое густоватое немножко, но при всем при этом вкусное, жирное, настоящее. Закрываю блендер и ставлю пробиваться примерно минуты на 3-4. Нужно хорошенечко пробить, не переставая так, чтобы орехи очень-очень измельчились и немножко даже эмульгировались с водой. В это время вода будет становиться белой. Вот, посмотрите. Да, прям пахнет миндалем. Видите, по цвету оно практически как молоко уже стало. Кстати, из такого молока делают традиционный испанский суп, который называется сальморехо. Он делает из миндального молока. Добавляется сразу уксус, чеснок, оливковое масло, соль, перец, а потом подается вместе с виноградом. Молоко пробивалось 4 минуты. И мы получили вот такой вот продукт, который очень полезный и вообще очень вкусный. Кстати, миндальное молоко можно использовать для приготовления капучино, латте. То есть заменять коровье молоко для тех, у кого там проблемы с лактозой, кто веган, кто на посту и так далее. Смотрите, оно получается идеально белого цвета. Великолепное по вкусу. Вот как будто ты ешь миндаль, только в воде он весь распускается и даже и пенку имеет. Она становится такой маслянистой, жирной. Вот ореховое масло выходит внутрь. Кстати, молоко можно делать такое же из фундука, из кедрового ореха, кедровое молоко называется, из кунжута, можно делать из пекана, можно делать из макадамии, из любых орехов, можно прекрасно делать любое молоко. Единственное, что из кедрового оно тоже будет белое получаться, а вот, например, фундук его сложнее чистить. Или макадамию очень... А, макадамия белая, кстати, получается. Кто он? Пекан. У нас получается пекан очень сложно чистить. Из грецкого никогда не делайте молоко, потому что оно будет горчить от шкурок. А так это действительно очень полезный, правильный, настоящий суперфуд, я бы так назвал. И можно на нем варить каши, можно на нем варить супы молочные, можно на нем варить суп с лапшой, например, с паутинкой. Все что угодно. Можно заменять полностью различные молочные блюда вот таким, например, молоком. А можно пить просто так.